Глава 24. Через пять дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритером Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря, «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтимый Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению, благоустроением всего народа». Но, чтобы много не утверждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением. Найдя сего человека, язву общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителями назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. «Но тысяченачальник Лисий, придясь, великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителем его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его». «И иудеи подтвердили, сказав, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал, «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более двенадцати дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могу доказать того, в чем теперь обвиняют меня, но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу, отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках. Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами не ожидают, по всему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При всем нашли меня очистившегося в храме не с народом и не с шумом. Это были некоторые российские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинить меня, если что имеют против меня. Или пусть и сами скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял при инсидионом. Разве только то, что одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами. Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав, «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, придя с друзилою, женою своей иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустить его, посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по пришествии двух лет на место Феликса поступил повар Цефест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в вузах.